Здравствуйте! Ну, а теперь продолжим изучение достаточно общей теории правления. Прошлая лекция была посвящена вектору целей, тем ошибкам, которые могут быть допущены при его построении. Ну, вектор целей, построение вектора целей само по себе, оно бессмысленно. Потому что, если говорить о полной функции управления, то в ней взаимно переплетены, в общем-то, три этапа. Это разделение которых, разграничение которых, в общем-то, искусственный прием, который позволяет понять, ну, суть интегрального некоего этапа. Интегральный этап – это формирование концепции управления. Что такое концепция управления? Вот этот вот рисунок. Соотношение векторов, которые структурируют информацию в процессе управления друг с другом. Вектор целей управления – хочу, хочу, хочу. Вектор текущего состояния системы, который структурно повторяет вектор целей управления. Имеет место, имеет место. В который входит параметры, на которые мы можем воздействовать непосредственно. И которые образуют вектор управляющего воздействия, как подмножество вектора текущего состояния. И далее свободные параметры, любые значения которых признаются допустимыми в процессе управления. Разность вектора целей управления и вектора текущего состояния образует вектор ошибки управления. Если соотноситься с этой формулой, то задача управления – это обнуление вектора ошибки. Равно достижение целей. То есть вектор текущего состояния спустя какое-то время в результате процесса управления должен принять значение, равное вектору цели управления. Вот я не ответил еще на один вопрос. Доту написано с позиции триединства материи информации и меры. Либо доту написано с позиции яцентричного набора предельных обобщений. Пространство, время, как вместилище, вещества и духа. Либо пространство и время, как вместилище материи в различных ее агрегатных состояний. Правильное восприятие достаточно общей теории управления требует владения системой триединства материи информации и меры. Потому что термины пространства и время в доту и в приложениях доту употребляются. Но понимать их надо как производные от триединства материи информации и меры. Время соотнесения процесса с неким эталонным периодическим процессом. Пространство в зависимости от макро и микро уровня. Тоже соотнесение материальных объектов. Еще раз повторю, что вакуум с точки зрения достаточно общей теории управления, философии, концепции общественной безопасности. Это не пустота, не ничто, а это одно из агрегатных состояний материи. Поэтому и пространство воспринимается как атрибут материи, который обладает своей спецификой на уровне макромира и микромира. И там и там должны быть свои эталоны единиц пространства. Ну а тогда возникает вопрос о том, что такое концепция управления. Как она связана с этим соотношением трех векторов. Концепция управления – это описание, модель, если хотите. Процесса обнуления вектора ошибки управления. Ну и на этом, в общем-то, весь абстракционизм, связанный с концепцией управления, кончается. Потому что, когда дело доходит до формирования той или иной концепции управления, это всегда конкретика. Конкретика той предметной области, к которой принадлежит частный процесс управления. И конкретика взаимодействия этого частного процесса управления с окружающей средой. и завершение его достижением целей, которые являются какими-то фрагментами в объемлющих процессах, которые должны быть устойчивы и должны сохранять свою привлекательность на момент их достижения. Так оно случилось исторически, что достаточно общая теория управления появилась раньше, чем но описание того, как психика человека порождает модели управления, как организует процессы управления, как порождает концепции управления. И вообще, раньше того, как появились достаточно в концепции общественной безопасности, описание всевозможных гносиологических проблем, то есть проблем познания и творчества, как психика человека работает вне логики. Потому что познание и творчество – это всегда уникальные процессы, потому что познающий субъект, творящий субъект, он уникален. Это его личностный акт творчества не подражает. И, во-вторых, если речь заходит о решении какой-то новой или старой проблемы, в результате чего появляется что-то, обладающее значимостью не только для индивида, но и для общества в целом, что становится с течением времени достоянием культуры этого общества, то в большинстве случаев такое познание тоже уникально в том смысле, что его повторение не приносит в жизнь общества ничего качественного нового. Хотя может быть полезно для личностного развития тех или иных людей. Но это вот как теорема Пифагора. Пифагор доказал ее давным-давно тому назад, и это стало определенным культурным достоянием. Когда мы доказываем теорему Пифагора на уроках математики в школе, это не вносит ничего нового в культуру общества, но это необходимо для нашего личностного развития, для развития нашей личностной культуры интеллектуальной деятельности. Поэтому получается так, что в концепции общественной безопасности методология познания и творчества – это взаимно и достаточно общая теория управления – это две стороны одной медали. Потому что если вы занимаетесь освоением ДОТО, то сталкиваясь со всей проблематикой целеполагания, решения задачи об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости поведения, формирования концепции управления, то вы должны обладать определенной познавательно-творческой культурой. И в этом отношении стремление понять, что такое полная функция управления и как она реализуется в конкретике жизни – это стимул к тому, чтобы вы осваивали свой познавательно-творческий потенциал. А с другой стороны, если вы вдаетесь в рассмотрении вопросов, как психика человека вообще и ваша личностная психика работает в процессе познания и творчества, то делается это не просто любопытство ради праздного, а делается это для того, чтобы вы могли в жизни ставить и решать управленческие задачи разного масштаба в зависимости от того, кто до чего дозрел. это могут быть задачи мелкоботового уровня, а могут быть и глобальные задачи общечеловеческой значимости, общецивилизационного развития. Но тем не менее, эти вещи взаимно связаны. Поэтому, хотя вот в достаточно общей теории управления при предъявлении полной функции управления цели полагания, построения концепции, решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости, представленной как самостоятельные звенья, тем не менее, как я уже сказал, такое разграничение искусственное, и оно необходимо только для того, чтобы понять, что делается в процессе построения концепции управления. И вот эти три вопроса, построение вектора цели управления, интеграция в общий вектор целей, вновь поставленных целей, формирование концепции управления через решение задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения объекта управления, это взаимно связанные, неразрывно в практике жизни задачи. Потому что вы можете задать любые цели, но если вы не в состоянии построить концепцию достижения, они останутся несбыточными. Если, строя концепцию достижения целей, вы не в состоянии решить задачу об устойчивости в смысле предсказуемости, то концепция будет просто графоманс. Если вы занимаетесь решением задачи об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости, то решение этой задачи открывает перед вами как возможности цели полагания, так и возможности построения концепций, причем я подчеркиваю множество концепций, достижения избранных вами целей. Что здесь важно? Важно то, что остается в умолчании, потому что достаточно общая теория управления сама по себе это просто абстракция, которая накрывает все управленческие задачи, какие, ну у нас по крайней мере хватило фантазии представить. Поэтому если кто-то может представить другие управленческие задачи, то он породит еще более общую теорию управления, чем ДОТ. Кроме того, ДОТу связано с вопросом о типологии культуры и вопросом о свободе, потому что если так вот смотреть на жизнь, то в обществе есть несколько уровней несвободы. Первый – минимальный образовательный уровень, достаточный для вхождения в наиболее массовые профессии. Оплата труда по минимуму, работа по максимуму, в ряде случаев на нескольких работах для того, чтобы прокормить себя, семью, создать какое-то минимально допустимое качество жизни. Свободного времени нет, и социальная система не предполагает наличие такого времени. И в этом смысле события после 1985 года – это откат от того, что было в советские времена, когда, в общем-то, все имели свободное время, которое позволяло им либо личностно развиваться, либо деградировать. Культура была индифферентна по отношению к вопросу о том, что избирает человек. Личностное развитие или деградацию в свободное от обязательной работы время. Второй уровень несвободы, он связан с престижными профессиями. Престижные профессии в прошлом, на протяжении всей истории, они требовали образовательного уровня, более высокого, чем уровень, необходимой для работы в массовых профессиях. Оплата труда была более высокой, на порядке подчас более высокой. А необходимое рабочее время для того, чтобы получать такие доходы, оно не требовало работы от зари до зари. Хотя, конечно, во всех отраслях деятельности есть фанатики, которые могут работать от зари до зари, потому что смысл жизни их именно в этой работе. Вот так вот они и сложили свою жизнь. Появляется свободное время, появляются свободные финансовые ресурсы для того, чтобы тратить в это свободное время. Когда наступает несвобода? А несвобода наступает тогда, когда в силу общественного развития знания и профессиональные навыки, которые обеспечивали прежний статус, перестали быть актуальными и востребованными в общественном объединении труда. Примерно вот такое произошло в 50-е годы. Были вы, допустим, выдающимся специалистом в области проектирования паровозов. И наступил такой момент, когда все, эпоха паровозов завершилась, стали массово внедряться тепловозы, электровозы. И если вы не смогли переквалифицироваться быстро в область проектирования локомотивов иных принципов, то ваши знания стали никчемными. И, соответственно, из сферы престижных профессий вы скатываетесь в сферу массовых профессий. Для того, чтобы не скатиться в эту сферу, вы должны обладать познавательно-творческой культурой, которая вам еще в эпоху паровозов позволит выработать знания и навыки, которые позволяют проектировать тепловозы и электровозы по своим технико-экономическим показателям, превосходящим новые перспективы паровоза. Тогда вы становитесь могильщиком эпохи паровозов и основоположником эпохи локомотивов на иных принципах. В этом случае вы не утрачиваете социального статуса, сохраняете свободу. Но здесь встает тоже вопрос. На этом уровне свобода когда прекращается? Вот с точки зрения атеистического сознания она здесь никогда не прекращается. Ну, за исключением того, что чем-то ваш творческий потенциал может быть ограничен вашей интеллектуальной мощью, осведомленностью о чем-либо. А вот с точки зрения религиозного миропонимания ваша свобода ограничена тем, что занимаясь познанием и творчеством вы не должны нарушать определенных нравственных и этических принципов. Вы не должны порождать препятствия личностному развитию других людей, тем более паразитировать на жизни общества и других людей, на жизни природы. Если вы реализуя свой познавательно творческий потенциал вступаете на этот путь, то вы обязательно столкнетесь с тем, что природа в целом, в космос в целом, жизнь в целом оказывает какое-то сдерживающее воздействие на вас. И это сдерживающее воздействие может выражаться в падении здоровья, в статистике несчастных случаев, в статистике невезений, как максимум в том, что вы покинете этот мир гораздо раньше, чем исчерпаете биологический ресурс организма. Да, по отношению к вашим родственникам это будет трагедией, печально, когда в цвете лет уходит близкий человек. Но тем не менее, если такое происходит, вы виноваты в этом сами, потому что вы стремились не туда и не так. Делали то, чего не должно было делать, реализуя свой творческий потенциал в попытке самоутверждения или исходя из каких-то других соображений. И соответственно, поскольку достаточно общая теория управления описывает частные процессы управления, говорит об организации управления ими, то всегда первый вопрос при построении концепции управления частным процессом это вопрос о том, есть ли место этому процессу в русле промысла. Если есть место, то да, вы имеете право заниматься этим управлением. Если нет места, то нет. Вы должны остановить свои творческие усилия, переориентировать их на что-то другое. Но в истории такого рода случаи были, потому что известно, что в прошлом некоторые ученые уничтожали свое письменное наследие, исходя из того, что они понимали, что нравственно-этически человечество не доросло для того, чтобы пользоваться этими результатами. Известны другие случаи, когда люди занимались самоутверждением и трагическое истечение обстоятельств пресекало их усилия. поэтому формирование концепции это всегда познавательно-творческий процесс. Если говорить о том, что происходит в процессе формирования концепции, то прежде всего вы опираетесь на то мировоззрение, которое у вас уже сложилось к этому моменту. Мировоззрение может быть нескольких типов. Главная задача мировоззрения это моделирование течения событий в жизни в темпе упреждающем, опережающем реальное течение событий. Моделирование много вариантов, поскольку оно протекает опережающими темпами, оно позволяет вам из многих вариантов выбрать один или несколько взаимовложенных вариантов, которые вы положите в основу концепции управления. Здесь встает вопрос именно о том, какое из мировоззрений лучше справляется с задачей моделирования. Первый вариант это калейдоскопическое мировоззрение, где человек знает множество фактов, имеет множество образов, но все это не связано в его системе миропонимания, мировоззрения во внутренней картине друг с другом. Все работает по принципу в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Как зовут дядьку? Дядьку зовут Василь, а почему Василя? Потому что Василь бабе титка. Калейдоскопическое мировоззрение не позволяет моделировать процессы должным образом, поскольку модель мира, картина мира меняется под воздействием внешних обстоятельств неоднократно на протяжении дня даже, не то что нескольких лет. Альтернативой калейдоскопу является мозаичное мировоззрение. Мозаичное мировоззрение, оно характеризуется тем, что все его элементы некоторым образом определенным в каждом конкретном случае связаны друг с другом. мозаичное мировоззрение необходимо для того, чтобы мыслить причинно-следственно, то есть мыслить процессами, в которых есть причины внутренние и внешние, все причины порождают какие-то следствия, спектр следствий, порожденный причинами первого в очередности хронологической или алгоритмической порядка, порождают следствия первого порядка, которые в свою очередь являются причинами для следствия второго и более дальних порядков. Ну, мозаичные мировоззрения, они тоже могут быть разных типов. Первый вариант – это яцентричное мировоззрение. Оно складывается естественным образом в процессе развития человека от младенчества до взрослости. Обратите внимание, что ребенок маленький, даже вступая в речевой период, некоторое время говорит о себе в третьем лице. Но объяснения этому разные бывают и взаимоисключающие. Одно из объяснений, что ребенок просто недоразвит и не владеет языком в должной мере и не понимает, что о себе надо говорить я, а не ребенок хочет или ребенок пошел куда-то. Второе объяснение состоит в том, что говорит не ребенок как тело, а говорит душа, которая еще не отождествила свое бытие с бытием тела. И поэтому она говорит о теле в третьем лице, не отождествляя себя с ним. И только когда ребенок душа отождествляет себя с телом, он начинает говорить о себе в первом лице. Но при этом в большинстве случаев люди теряют вообще или на некоторое время ощущение сопричастности с вечностью. И они воспринимают мир через систему органов чувств, связанных с телом. Ну, поскольку тело локализовано в пространстве и во времени, то формируется яцентричная картина мира. Яцентричная картина мира, она обладает тем пороком, что она очень ограничена. И когда мы достигаем пределов мировосприятия системы органов чувств, то дальше мы заполняем картину мира тем, что нам сообщают другие люди или памятники культуры. И тут встает вопрос о достоверности того, чем мы заполняем эту картину мира. Ну, если в культуре присутствует изрядное количество фантазий, то в конечном итоге можно прийти к тому, что земля плоский диск лежит на спине трех слонов, которые стоят на спине черепахи и так далее и тому подобное. Но яцентричная картина мира, она подтверждается практически только в пределах того, что воспринимает система чувств органов человека. Если кто-то развил духовные органы чувств, то он воспринимает больше дальновидение, дальнеслышание и так далее и тому подобное. Но характер все равно остается яцентричный, я центр мира, я смотрю на мир с позиции своей колокольни. Если вы перемещаетесь в пространстве, течет время, то видение мира с позиции вашей колокольни в общем-то может меняться. да, мир изменяется и изменение мира находит свое выражение в мировоззрении и миропонимании. Но в мире остается и постоянная составляющая, которая характеризует мир как в общем-то стабильную систему, которая в определенных границах неизменна. Либо даже если изменчива, она не перестает быть самим собой. А яцентричное миропонимание, оно мировоззрение, оно вот уничтожает эту неизменную составляющую. И мир каждый раз видится иным, и если процессы, которые вы собираетесь взять под управление, таковы, что затрагивают вот эту сущностную составляющую мира, в котором мы живем, и она всякий раз сменяется, то вы обречены на неспособность управлять такого рода процессы. Когда человек сталкивается с этим и относится к этому осмысленно, то он оказывается перед вопросом, а как свою ограниченность привести в лад с неограниченностью мира и вседержительности. ответ на этот вопрос состоит в том, что надо перейти осмысленно волевым порядком вот яцентричного мировоззрения мозаичного к богоначальному мировоззрению тоже мозаичному. в этом варианте картина мира строится в следующем порядке бог тварное мироздание в котором предельными обобщениями являются компоненты триединства материи информации мира и далее по мере детализации вы приходите к себе любимому и той проблематике с которой вы имеете дело в силу сложившихся обстоятельств или в силу того, что вы осмысленно осознанно волевым порядком избрали свою долю в промысле и принимаете на себя некоторую долю наместничества Божьего в жизни на Земле вот богоначальное мировоззрение мозаичное на основе компонент триединства материи информации мира оно более устойчиво оно лучше защищено от ошибок оно позволяет вам определить границы вашей компетенции дееспособности и позволяет лучше моделировать течение событий и соответственно оно является наилучшей основой для того чтобы решать задачу об устойчивости объекта в смысле предсказуемости поведения и решив эту задачу заниматься вопросами цели полагания и построения концепции управления теми процессами которые вы собираетесь решить дальше понимаете получается так что мировоззрение это в общем-то компонента бессознательных уровней нашей психики потому что вне трансовых состояний мы не можем осознать все то что есть на бессознательных уровнях нашей психики и что мы условно называем картиной мира моделью мира с которой мы соотносим поток информации которую приносят нам органы чувств на уровне сознания мы в большинстве случаев мыслим не образами оторванными от лексики а мы мыслим прежде всего лексическими конструкциями языковыми и для того чтобы все протекало правильно то языковые конструкции мы должны соотносить с определенными образами мелодиями компонентами мировоззрения которые само по себе свободно от лексики того или иного языка созданного или поддерживаемого культуры но набор лексики в каждом языке ограничен будь то общий язык будь то язык специфические науки или математика рассматриваем как язык описывающий мир и соответственно потому что лексика ограничена то бесконечный в его разнообразии мир жизнь его мы отображаем в конечную систему понятий свойственных нашей психики конечная система понятий развивается нами либо бессознательно либо осмысленным волевым порядком когда мы что-то изучаем и в процессе развития системы миропонимания увеличивается количество понятий за счет их детализации и за счет расширения круга понятий а также перестраиваются уточняются и размножаются взаимосвязи между теми понятиями которые присутствуют в нашей психике по существу это процесс выявления неопределенности их созидательного разрешения ну а что такое неопределенности неопределенности это нечто что маркируется вопросом а что это такое если в нашем поле зрения внутреннем поле зрения в нашем нергоозрении появляется вопрос что это такое, и это в большинстве случаев новая информация, то это прямой результат того, что нам это нечто новое дано в развлечении. Развлечение – это предоставление информации индивиду, новой информации, в темпе развития ситуации. Коран говорит прямо, что развлечение дается Всевышнему непосредственно человеку каждому, соответственно его нравственности и, соответственно, задачам личностного развития человека. Только после этого начинается интеллектуальная деятельность. В результате которой данные в развлечении от этого нечто, маркируемое вопросом, что это такое и как это связано со всем остальным, интегрируются в наше мировоззрение и миропонимание, если процесс интеллектуальной деятельности происходит успешно и доходит до конца. Здесь мы оказываемся перед очень большой культурологической неприятностью, потому что если вы обратитесь к учебникам философии, то вы узнаете, что диалектика – это что-то. А если вы обратитесь к словарям толковым, а не к учебникам философии, то в статье «Сократ» диалектика характеризуется как искусство постижения истины путем постановки наводящих вопросов. В силу того, что мы мыслим на уровне сознания в большинстве случаев лексически, наводящие вопросы выражаются в лексике, то диалектика – это естественный, генетически запрограммированный способ познания и творчества человека в мире. Если говорить о познании и творчестве, то всякий познавательно-творческий акт, он уникален. В силу своей уникальности, он не алгоритмизуем. Он не может быть формализован в некую последовательность или ветвящуюся последовательность. Делай раз, делай два, делай три, дальше точка ветвления, в зависимости от чего-то, либо направо, либо налево, результат получен, вы молодец. Но учебники философии предлагают нам законы диалектики в разных формулировках. Законы диалектики в общих формулировках разные философские школы начинают трактовать по-разному. И в результате получается так, что формулировки законов диалектики фактически подменяют диалектику как искусство выявления неопределенностей и их разрешения некой логикой познания. Логика всегда ограничена. Формулировки законов подрезают то, что не вписывается в них, но что является объективной данностью в мире, в котором мы живем. Это касается и законов диалектики, предлагаемых учебниками философии. Это касается и формулировок объективных закономерностей, которые предлагают прикладные науки. Ну, например, одна из формулировок второго начала термодинамики – «Вечный двигатель второго рода невозможен». «Вечный двигатель второго рода» – это гипотетическое устройство, которое черпает тепловую энергию из источника тепла, из какого-то другого источника, до полного его исчерпания. Но еще в XIX веке Максвелл, а потом Циолковский дважды рассматривали задачу «Столб газа в гравитационном поле». И пришли к выводу, что при отсутствии перемешивания слоев нижние слои будут разогреты, а верхние слои будут обладать более низкой температурой. И этот вывод, который никем не опровергнут, противоречит второму началу термодинамики в этой самой формулировке. То есть «Вечный двигатель второго рода» некоторым образом технически возможен. Если он некоторым образом технически возможен, то запрет патентным ведомствам принимать к рассмотрению проекта «Вечных двигателей» он неправомерен. Если кто-то реализует процессы, которые идут в обход второго начала термодинамики в известной его формулировке, то это открывает возможности к построению экологически чистой энергетики. Но не абсолютно чистой, поскольку энергетическое загрязнение среды тоже имеет место. Но, по крайней мере, чистой энергетики в том смысле, что она не будет загрязнять среду обитания продуктами распада энергоносителей. Это уже великое благо. Но, тем не менее, формулировки, они есть, и они ограничены. Поэтому, когда речь заходит о познавательно-творческой культуре и диалектике, как искусстве познания истинной путем постановки наводящих вопросов, то надо помнить буддистский афоризм. Если не думать словами, то можно очень многое понять. И это, в общем-то, главный ключ для того, чтобы строить концепцию управления и входить в процессы управления уже существующие и организовывать новые процессы управления. На этом на сегодня все. Всего доброго. Еще раз. Вопросы в комментарии к видео после того, как оно будет залито на канал «Сфера» и на YouTube. И по возможности в вопросах не пишите философские трактаты, потому что их надо читать для того, чтобы было понятно слушать. излагайте вопросы по возможности кратко, соотносясь с тем, что вас действительно интересует. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо.